Это ток-шоу «Грани» на канале Атамикен Бизнес. Я Мурат Амирханов. Здравствуйте. В нашей программе мы продолжаем поднимать вопросы, стоящие остро перед государством, перед обществом и перед каждым казахстанцем в отдельности. Сегодня тема нашей программы – дефицит сахара в Казахстане. И в этом мне помогут разобраться наши сегодняшние гости. Наш гость в студии – Азамат Мукушев, эксперт в сфере розничной торговли. И по видеосвязи с нами Айжан Наурсгалиева, глава Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности. Добрый день, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну, начнем, наверное, с основного, с большого баланса сахара в стране. Какой у нас ежегодный объем потребления и какую часть из этой массы Казахстан производит самостоятельно и что приходится завозить. Айжан, наверное, начнем с вас. Ну, хорошо, давайте начнем с меня. Что касается объема потребления, то емкость рынка у нас составляет 500 тысяч тонн. И, к большому сожалению, львиную долю занимает, конечно, ввозимый сахар. Это порядка 308 тысяч тонн было в прошлом году, по итогам прошлого года. Собственное производство у нас составляет где-то порядка, наверное, меньше 40%. В прошлом году, во всяком случае, было произведено 195 тысяч тонн. И из них, из собственного свекловичного сырья буквально около 29 тысяч тонн. Все это связано с тем, что, к сожалению, у нас недостаточно пассивных площадей, недостаточно мы выращиваем того объема свеклы, чтобы обеспечить внутренним сырьем свои собственные заводы. Азамат, подскажите, кто у нас является основными потребителями сахара? Ну, основной потребитель, честно, меня, вот лично меня, я сейчас не стою на стороне торговых сетей, я смотрю на эти вещи как гражданин. Меня меньше всего интересует коммерческая выгода, экономическая и тому подобное. Мне интересует, чтобы я мог прийти в магазин и купить сахар по недорогой цене. До вот буквально час назад я обошел ровно 10 магазинов. Из 10 магазинов в 5 магазинов дома сахара нет. В 5 я нашел, ну и в общем там минимальная цена 650, в 2 по 700 тенге, в 1 720, в 3 750. В общем, средняя цена на 5 магазинов, если делить, выходит 704 тенге. Ну, это плюс-минус рыночная цена. В соцсетях там свыше 2000 комментариев поступило по поводу стоимости сахара. Дороже всего сахар в северо-казахстанских областях, Петропавловск, Устана, там в районе 800 тысяч тенге, на западе до 800 доходит. Меньше всего стоит в южных регионах. Ну, я так думаю, это связано с географическим близостью расположения самих непосредственно заводов. Касательно той ситуации, которая вот лично мне видится, то есть это вопрос, в принципе, вот то, что сегодня происходит, это последствия недоговороспособности, ну давайте, это один из тезисов, я сразу оговорюсь, это последствия недоговороспособности наших министров. Ну, то есть, грубо, все знают, что этот запрет связан с тем, что до 22 августа ввели запрет на экспорт российского сахара. Азамат, ну вот вы сказали, что прямо перед началом нашей программы вы прошли по магазинам, просмотрели это, а действительно сахара в магазинах нет. В половине магазинов. В половине магазинов сахара. В половине, что есть, да, просто я сопоставляю цены, допустим, в прошлом году средняя цена в сетях 325, на полках 350-360 тенге. Сегодня средняя цена ровно в два раза увеличилась. Ну, это, в первую очередь, это понятно, в принципе, это уже все признали, это связано с запретом экспорта российского сахара, ну, здесь начинают уже работать законы рынка. Если какого-то продукта мало, цена автоматически дорожает. Точно так же, если переизбытки, то цена, соответственно, не растет, либо дешевеет. Вы, наверное, обратили внимание, что у нас из девяти социально значимых товаров постоянно по одним и тем же продуктам. То есть это сахар, это подсолнечное масло, это картофель, это морковь. Но при этом тишина вообще в эфире. Молочная продукция, кефир, то же самое, макаронные изделия. С чем это связано? Это связано с перепроизводством. Ну и, соответственно, конкуренция, она это нивелирует. Конкретно по сахару. Вот я перед эфиром читал публикацию. В прошлом году из четырех заводов два остановили свое производство в связи с тем, что недостаточно было свеклы для переработки. А делать из переработанного сахара тростника экономически было невыгодно, потому что цена высокая. Конечно, там сразу себестоимость возрастала. Да, на фоне цены, которую дают 75 российских сахарных заводов и 4 белорусских, цена была неконкурентная. Сегодня мы видим обратную реакцию. То есть сегодня сахар не поставляется. Грубо говоря, в прошлом году обращались, в этом году услышали. И вот что мы видим. Цена в два раза выросла. То есть здесь еще раз я ни в коем случае не виню наших производителей. Но на самом деле для них сейчас золотое время. По крайней мере до августа. Есть возможность заработать. Касательно как вообще я вижу ситуацию в этой отрасли. Ну вот наглядно прошлогодний, сегодняшний пример показывает, что в сахарной отрасли она очень монополизирована. То есть там нужна конкуренция. Ну опять начнем по порядку. Допустим, в каком ключе я вижу эту конкуренцию. Первое. Я не эксперт в этой области. Ну давайте моделировать. Условно я занимаю министерскую должность. Мне поставили цель стопроцентно обеспечить Казахстан сахаром. Ну то есть это четыре завода, это не так много. Первое. Счетная комиссия. Проверить вообще деятельность этих заводов. Платежный баланс. Вообще как оно работает. Второе. Проверить выделялись ли невозвратные субсидии ранее этим предприятиям. Третье. Если условно не выделялись. Уже приглашать эти заводы и обсуждать. То есть в чем проблема. Первое. У вас не хватает свеклы. Ну давайте мы увеличим пассивные площади. А давайте мы субсидируем. Но я против любых субсидий невозвратных. То есть я за то, чтобы это были беспроцентные кредиты. Но против любых субсидий. Потому что здесь уже грань. Между тем, что надо. И между тем, что злоупотреблять. То есть никто не знает, где эта грань. Но как и любой предприниматель. Эти же самые сахарные заводы. Даже предприниматели такие же, как мы. То есть если есть необходимость в увеличении пассивных площадей, в удобрениях, в субсидировании. Это однозначно поддержка государства должна быть. В виде беспроцентных кредитов. Второе. Если им необходимы средства на модернизацию заводов. Пожалуйста. Со стороны министерства должна быть поддержка именно такого характера. Параллельно с этим, я понимаю, что на одни эти четыре завода молиться нельзя. То есть им нужно создавать продукт с более глубокой переработкой. То есть сахар-песок это вот это. Вот на поверхности. У нас есть, допустим, ну как пример. В каждой отрасли есть свои флагманы. Больше всех у нас потребляет сахар. Кто у нас? Кондитерские компании. Рахат, Баян-Сулу. Компания по производству сладких напитков. Кока-кола, Пепси-кола, Холидей, Тасай. Визит в южных регионах. То есть приложить им, так как они в любом случае в своем производстве используют сахар. Приложить им те же самые льготные условия, которые бы позволили построить свой сахарный завод. То есть здесь вопрос в чем? Что сейчас нельзя сидеть и ждать поддержки, когда государство поможет деньгами. Вот мы сейчас как раз плавно перейдем к следующему вопросу о том, видит ли государство эту проблему или нет. Айжан, вот если вы помните, на этой неделе прозвучало два мнения абсолютно противоположных. Первым высказался министр сельского хозяйства, который сказал, что дефицита сахара в Казахстане нет. Запасы наши составляют 67 тысяч тонн или даже чуть больше. И буквально через пару дней выступил министр Султанов, который признал, что дефицит сахара имеет место быть в Казахстане. И напрямую это увязал с запретом экспорта из России. Айжан, как вы думаете, почему прозвучали такие разные мнения и кто будет принимать окончательное решение на государственном уровне? Государство признает дефицит сахара или же нет? У нас всего 4 сахарных завода. И если раньше это действительно была монополизированная отрасль, которая относилась к Центральной Азиатской Сахарной Корпорации, все эти заводы были под зонтиком ЦАСКО, то сейчас все сахарные заводы являются самостоятельными юридическими лицами. А тот объем сахара, который они на сегодняшний день выпускают, это их даже не стопроцентная загрузка. И если вернуться к вашему вопросу, кто прав, министр сельского хозяйства или министр торговли, то можно сказать, что и тот, и другая части правы. Потому что в настоящее время, на сегодняшнюю дату, работает в Казахстане 3 сахарных завода. Из четырех это Тарасский сахарный завод, Куксу в Алматинской области и Меркенский также в Джамбульской области. То есть два завода в Джамбульской и один в Алматинской области. Все эти заводы на сегодняшний день выпускают сахар из тростника. И если мы говорим о том, что цена выросла, то она выросла не потому, что это, скажем, так вот заводы захотели, и они подняли цену. Надо не забывать, что сахар, который производится из сырца, из тростника, это биржевой товар в тростник. И, естественно, на него постоянно меняется цена. Плюс надо не забывать, что в связи со сложившейся ситуацией в Украине, в России, изменились логистические потоки и изменилась вообще доставка этого сырца. Если раньше мы разгружали, перевалку делали в порту в Новороссийске, то теперь перевалка осуществляется либо в Поти, либо в Батуми. Соответственно, это тоже увеличивает движение этих составов с сырцом до Казахстана. Плюс не надо забывать о том, что судовладельцы, которые везут этот сырец по Черному морю, в связи, опять же, со сложившейся ситуацией, установили военную премию, которая составляет 30 долларов за тонну. И, конечно, это тоже ложится на стоимость. Но я вас хочу уверить, что сахарные заводы на сегодняшний день отпускают сахар по цене 460 тенге за килограмм. И почему она стоит в магазине по 700 тенге? Наверное, это надо спрашивать у тех, кто на местах занимается перепродажей сахара. Вот у меня все по этому поводу. По своей дороге до прилавка. Через сколько рук проходит сахар? Сколько раз его покупают и перепродают? Не могу сказать вам, сколько раз его покупают и перепродают. Мы, как бы, сахарные заводы покупают у поставщиков сырца. Если мы говорим о сырце, когда он приходит на завод, его переработали, сырец произвели из него сахар белый. И дальше он идет на реализацию уже, возможно, дилером или тем, с кем работают сахарные заводы. С кем-то они работают напрямую с какими-то сетями, а где-то работают непосредственно с дилерами. Хорошо. Азамат, пожалуйста. Сразу же хотел добавить по поводу сахара сырца. Ну, просто, чтобы понимание было. Я солидарен в том, что сейчас рост цены на внутреннее производство выросло в связи с ростом цен на сахар сырец. Бразилия, Мексика, Индия. Если это импорт, он продается за валюту. Валюта, она у нас скачет то 500 тенге, то 420 тенге. Поэтому я сразу здесь оговорюсь, вот в краткосрочной перспективе, то есть год, два, три, пока мы 100% себя не насытим, внутренний рынок сахаром, однозначно придется использовать сахар, средств. Но после его, то есть, понимаете, тот же самый производитель иностранный, ему может моча в голову ударить, и он цену в 2-3 раза поднять. А это наша продовольственная безопасность, то есть это один из 19 продуктов. Наша продовольственная безопасность не должна зависеть от того, какая там на рынке происходит ситуация, потому что люди работают наши, земля наша, налоговое обложение наше. То есть, единственное, нужно создать такие условия. В данный момент, вот, даже тем, кто глубоко не погружен в ситуацию, ну, очевидно, точно так же и представитель Сахарного Союза, нам не хватает с векой. Ну, нам нужно увеличить пассивные площади. Увеличиваем пассивные площади. Да, но здесь вопрос... Тростник мы у себя вырастить не сможем. Да, да, но здесь вопрос, опять же, в чем стоит? Это не должно быть, вот, как мне кажется, это все должно исходить из коммерческой выгоды. Никто ни за кого ничего не должен делать. Однозначно, государство должно проанализировать эту ситуацию, что происходит с этими сахарными заводами. Если ранее субсидии не выделялись, то надо эти субсидии, возвратные, говорю, субсидии надо выделить на пассивные площади. Если не выделяясь на модернизацию, надо модернизировать. Опять же, говорят, что у нас эти сахарные заводы загружены не на полную мощность. То есть, в данный момент, грубо говоря, у нас один завод занимается переработками остатков свеклы, а остальные заводы перерабатывают полуфабрикат. Все. Касательно, возвращаясь, ну, в общем, я категорически против того, чтобы Казахстан вообще перерабатывал сахар, производил сахар из сахара с сырца. Чтобы его цена была, а, конкурентная на внутреннем рынке, б, чтобы мы не зависели от внешних импортеров, надо производить свеклу в Казахстане. Здесь жерден коп на си жек. В чем сложность? Ну, надо удобрять сельхозяйственную технику. То есть, кто специалист в этой отрасли, я думаю, они разберутся. Касательно, я тоже в этой дискуссии косвенно за этой дискуссией гляжу, что министр сельхоз утверждает, что дефицита сахара нету, а министр торговли говорит, что дефицит сахара есть. Потом вышла третья публикация, вот буквально недавно, что министр торговли говорит, я имел в виду, дефицит сахара есть, но именно в конкретной, там, он в публикации где-то там отвечал в соцсетях, что именно конкретно в Шапогате этого сахара, дефицитный от сахара есть. Ну, что я скажу, как вот простой гражданин, мне очень печально, мне очень, скажем так, я сейчас в данный момент не в системе, поэтому я могу говорить все, что я считаю нужным. Да, конечно. То есть он комментирует, что дефицит сахара есть на каком-то рынке столичном. Мне вот за вот это очень печально. И, ну, здесь я просто вопрос, ну, ставить надо ребром. Ребята, это экономическая, это продуктовая безопасность нашей страны. Но если ты не можешь этот сахар привезти, то зачем тогда такой союз нужен? Вот в этом вопрос. Для России этот союз, он больше, наверное, политический, чем экономический. Евразвест дает всего 10% от общего оборота. Я не думаю, что это такая большая проблема. Из 75 заводов завести какую-то, дать квоту на завоз какого-то объема. Они, Российская Федерация, как мне кажется, они боятся реэкспорта. То есть, что мы этот сахар начнем перепродавать в третьи страны. Та же самая ситуация идет у нас и с пшеницей, та же самая ситуация идет и с подсолнечником. Ну, это касательно вопросу. И на сегодняшний день официально говорят, что дефицита сахара нет. В законодательстве предусмотрена возможность установления предельно допустимых цен на социально значимые товары. Вот на 2002 год, я буквально недавно специально заходил, смотрел, из местных исполнительных органов такой документ принят только в Шемкенте. Где были установлены цены на сахар, могу ошибаться, в пределах 350-360 тенге. Насколько вы считаете, местные исполнительные органы должны реагировать на сложившуюся ситуацию, устанавливать какие-то предельные допустимые цены? Хотя бы для граждан. Ну, разрешите прежде всего прокомментировать предыдущие высказывания по поводу того, что, опять же, по поводу загруженности заводов, незагруженности, необходимости строительства заводов и так далее. Во-первых, тех четырех заводов, которые у нас сейчас есть, их вполне достаточно, если у нас будет, опять же говорим, в сослагательном наклонении. Если у нас будет достаточно собственного сырья, то мы вполне можем себя обеспечить собственным сахаром. Если мы говорим о собственном сырье, то да, у нас недостаточно пассивных площадей. К большому сожалению, они ежегодно сокращаются. И это, наверное, проблема не только сахарного завода. У сахарных заводов нет земли, чтобы ее высаживать, эту сахарную свеклу. И проблема нехватки земли, она также связана с тем, что у нас не хватает орошаемых полей. И в первую очередь надо решать вопросы водообеспечения этих регионов. Это Алматинская область, это Джамбульская область. То есть это такая, скажем, всеобъемлющая проблема. Это, наверное, такие системные вещи, которые нельзя решать кусочками. Скажем, выделили землю прекрасно, а вырастет на ней что-то или не вырастет, это уже десятая проблема. Поэтому прежде чем решать вопрос с обеспечением, с увеличением пассивных площадей, орошаемых площадей, необходимо все-таки решить вопрос с водообеспечением этих регионов. И, наверное, здесь должен быть конструктивный диалог нескольких госорганов, потому что все, что касается водоснабжения, это относится к компетенции Министерства экологии. Все, что касается пассивных площадей, это компетенции Министерства сельского хозяйства. А что касается насыщения рынка и обеспечения продуктами питания, наверное, это вопросы смежные, касающиеся именно сельхоза и Министерства торговли. Что касается вашего вопроса по цене, то, знаете, столько вопросов, столько, скажем, вот именно когда речь заходит о цене, очень много таких мнений. Кто-то считает, что цена должна регулироваться рынком, что нельзя устанавливать какую-то предельную цену. Кто-то считает, что все-таки, если это социальный продукт, то должна быть социальная цена. Но я знаю, что в Алма-Ате тот же Магнум, например, работает с СПК, им выделяются определенные средства оборотные для закупа социально значимых товаров и устанавливается там какая-то предельно допустимая цена именно на ряд продуктов, в том числе сахар. И, насколько я понимаю, многие регионы работают именно со своими СПК и по поставкам именно социальных продуктов, в том числе сахара. Ну, по большому счету, тот ажиотаж, который был создан в СМИ, на мой взгляд, он как раз-таки был связан с тем, что было недостаточно сахара именно в социальных магазинах. Да, и он, наверное, отпускался в социальные магазины какой-то определенный лимит, условно говоря, 500 килограмм в день, и, соответственно, отпускали на руки в пределах 2 килограмм. Соответственно, да, к вечеру, наверное, этого сахара уже было недостаточно, если он стоил в социальном магазине 390 тенге. Конечно, все пойдут покупать именно этот сахар по 390 тенге. Но я хочу еще раз обратить ваше внимание, что сахарные заводы отпускают на сегодняшний день сахар по цене 460 тенге за килограмм. Это с учетом доставки в регион. А уж как там регион эту цену регулирует, это, наверное, должно решаться какими-то органами соответствующими. Хорошо, тогда такой вопрос. Можно ли допустить, что оптовые продавцы сахара могут вступить в какой-то сговор? Если, допустим, будут установлены предельные цены, могут ли они этот товар придержать до более, так скажем, лучших времен? Вот, Азамат, давайте с вас начнем. Это прям, давайте так, касательно предельных цен. Предельные цены, этот механизм абсолютно не дееспособен, он абсолютно не работает. Я вернусь и объясню, почему. Это, скажем так, это отмазка, которую придумал одно из министерств, я даже уже не знаю, и местные акиматы сейчас попадают, реализуя нереализуемую, нерыночную норму. Касательно этого, касательно, почему у нас так получается, что статистика, допустим, в Астане дает официальную цифру, сахар стоит там 480, там 460 тенге, а неофициально, я иду в магазины, вижу 700 тенге, в северных регионах, Петропавловск, Устана, там вообще 800 тысяч. Это связано с тем, что статистика, она мониторит каждую неделю одни и те же объекты. И какие объекты мониторятся, местные акиматы знают. И они, соответственно, проводят работу по, чтобы, работу с этими сетями, и, грубо говоря, и предлагают работать по той же самой оборотному механизму, покупать то же самое, этот льготный сахар. И получается у нас на статистике цена там меньше 500, официально идешь 700 тенге. То есть здесь, в первую очередь, надо обратить внимание на статистику. Вот у нас аудитория большая смотрит, статистика кому у нас в прокуратуре подчиняется. Вот пусть обратят внимание на деятельность статистики. Не надо мониторить одни и те же объекты. Если вы мониторите, ну хотя бы, чтобы это было не менее 100 объектов, тогда более-менее рыночная цена, она будет видна. Это касательно цены. Касательно сговора. Это прям, это любимая тема нашего агентства по защите и развитию конкуренции. Сговор, сговор, сговор. Да нету никакого сговора. Установили предельную наценку 15%. Все, пожалуйста, вот идите, выявили, кто наценил, штрафуйте, там, что угодно делайте. Но опять же, как показывает практика, вот я на протяжении полтора года последних, два года, ну последние полгода, если не брать, каждую неделю присылают. Я все данные предоставляю, мы все данные предоставляли. И там четко было прописано, что наша наценка вообще была в районе 5-10%. Это соц. товар, мы конкурируем между собой. И в наших интересах, чтобы цена была дешевле. И там никакого сговора однозначно нету. Теперь объясню вообще, откуда это все идет. Как у нас получается. Возвращаясь к тому, с чего начали. На сегодняшний день регулирование цен на социально значимые продукты, в том числе и на сахар, дали на откум без акимата. Вот сейчас вот любой вопрос поднимите. Министр торговли, это любимая его тема, Бахыт Султанов. Вот прям он, виноваты акимы. Даже до премьера доходят. Премьер отчитывает акимов. Хотя вот я в торговле работаю, я понимаю, акимы не могут повлиять на цену. Объясню, с чем связано. Возвращаясь, вот тезис простой. Баланс, если какого-то продукта много, цена падает. Если его мало, вот как сейчас с сахаром происходит, цена растет. Баланс спроса и предложения определяется количеством. А количество внутри страны определяется чем? Либо недопроизводством, либо перепроизводством. То есть границами. Грубо мы вырастили сахар, условно. Картофель условно 4 миллиона тысяч тонн. И вывезли 3 миллиона тысяч тонн на экспорт. А потребляем 2 миллиона. Соответственно у нас дефицит складывается через 4-5 месяцев. И цена растет. То есть как Аким, ну тоже самое Кульгинов, Аким Астаны, может решать вопросы, связанные с границей. То есть как мне кажется, здесь надо полностью вот это, раньше в ручном режиме все это делалось и это работало. Но сейчас немножко поменялось, потому что мы уже интегрировались в это евразийское пространство. И там просто так границу не закроешь. Сейчас в данный момент, вот конкретно по сахару, там вопросов, скажем так, я сомневаюсь, что кто-то вывозит наш сахар на экспорт. Ну касательно других продуктов, там то же самое подсолнечное масло, то же самое картофель, его просто вывозят на экспорт. И здесь просто надо пересматривать подходы. Какие подходы? То есть я министр, я должен сначала понять, сколько вообще Казахстан потребляет сахара. Если у нас идет дефицит 60% сахара, ну надо... Вы сами говорили, что у нас этой цифры нигде официально не... Ну на министерском уровне, имея ресурс, я думаю, это не проблемам будет. Даже если на первый год можно вот просто вот по верхам пройтись, 19 миллионов перемножить, крупных производителей, примерно объем запросить, пусть это будут грубые цифры. Да, возможно, в этот год не хватит, но следующие уже будут более точные. Но надо начать эту работу. Здесь вопрос в чем, что сейчас, в данный момент, за цены вложили ответственность на Акимов, на Акиматы местные. Говорят, что у них есть стабилизационный фонд. В стаб-фонде всего три продукта. Рис, гречка, сахар. И, как правило, ну в половине случаев этого продукта там нет. То есть это первый момент. Второй момент, оборотный механизм. Кто в этом оборотном механизме участвует? Ну давайте так, в Астане, в Алма-Ате, там одна-две торговые сети. Ну давайте мы возьмем продажи этой торговой сети, допустим, в Астане, и в общем продажи всего рынка. То же самое продажа торговой сети не превышает 30% всех сетей. То есть 70% рынка у нас остается неохваченный. И у нас получается такой парадокс, параллельная вселенная. В торговой сети этот сахар 450, в магазине его дома 700-750. Ну и, соответственно, вы представляете, какая существенная разница? И там среди покупателей бегают и, скажем так, перекупщики. Обычные перекупщики те же самые, которые хотят заработать на этом. Здесь ни в коем случае сговора никакого нет. Здесь однозначно недоработка министра торговли и министра сельского хозяйства. То есть они на своем уровне должны, а, сделать расчеты, сколько потребляется, б, они должны провести работу, ну давайте мы сейчас говорим про сахар, с представителями ассоциации сахарной, с сахарными заводами, если есть необходимость, что они могут сделать. И должны добиться того, что условно миллион потребляем, миллион производим, вопросов нет. Миллион потребляем, полтора производим, пожалуйста, 500 вывозите на экспорт. Все, и такая работа должна быть по каждому продукту. Моя позиция такая, внутри страны по всем 19 социально значимым продуктам необходимо создавать перепроизводство. Как с макаронами, как с кефиром, как с молоком. Точно так же и с сахаром. Надо, а, поддержать местных производителей сахара, б, нужно поддержать тех, кто производит уже с Кока-Колы, Пепси-Колы, Тосай, Визит. Они производят, им надо, приложите им. Пусть будет здоровая конкуренция между нашими производителями. Есть, опять же, уже известные крестьянские хозяйства, Родина, Саур, Зенченко. Пожалуйста, приложите им. То есть у них уже репутация, они доделают то, что начали. И я гарантию даю, они ни у кого никаких субсидий просить не будут. Они поставят все на рельсы. Это второй момент. Третий момент. Нужно создавать продукт с более глубокой переработкой. То есть чтобы это не только сахаром, песком заканчивалось, но делайте то же самое, рафинад. Ну много каких вещей можно сделать из сахара. Вот, я про это. Все, спасибо. Спасибо большое. Айжан, ну давайте к вам обратимся. Вы все-таки у нас представитель отраслевой ассоциации. И, наверное, видите и слышите чуть больше, чем рядовой гражданин. Вот скажите ваше личное мнение. Какие государственные меры поддержки нам нужны? Может быть какие-то госпрограммы, если они уже существуют? Может быть они нуждаются в каком-то пересмотре, в каком-то обновлении. Какие основные шаги государства вы как глава ассоциации видите, чтобы такая ситуация у нас не повторялась больше? Ну, давайте опять же вернемся к тому, с чего начали. Это обеспеченность рынка, это то, что мы говорили в видео, запрет на вывоз сахара из Российской Федерации. Да, это, можно сказать, повлияло на наших, особенно промпереработчиков, потому что российский сахар в основном закупали наши промпереработчики. И, наверное, Азамат совершенно прав, что Министерство торговли по сути и совместно с Минсельхозом могли, наверное, отработать этот вопрос с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, чтобы в Казахстан были допоставлены законтрактованные объемы сахара. Но этого не случилось. Россия была готова допоставить тот сахар, по которому они получили предоплату. В основном, надо сказать, что наши промпереработчики работали с россиянами по постоплате. К сожалению, казахстанские сахарные заводы не могут предложить им работать по постоплате, потому что нет у самих заводов каких-то лишних денег для того, чтобы можно было отдать сахар и оплату за него получить позже. Теперь также хотелось бы отметить такой момент, что да, мы сейчас ввозим сырец и в соответствии с решением Евразийской экономической комиссии мы можем ввозить и сырец, и сахар белый по квоте. Но здесь встает другой вопрос. Наверное, Азамат в курсе. Может быть, он видел этот последний документ, в котором видна раскладка тех компаний, которые получили эту квоту для того, чтобы можно было ввести сахар белый и сахар сырец. Я не знаю, чем руководствовалось министерство. Они упивают на правила, которые были приняты. Но, к большому сожалению, в этом списке, помимо сахарных заводов и помимо тех компаний, которые долгое время занимаются закупом товаров, продуктов питания, оказались совершенно, условно говоря, левые компании, которые никогда в жизни не имели отношения к продуктам питания. Причем эти компании почему-то получили очень большие объемы по квоте. Сахарные заводы, к большому сожалению, еще раз повторю, получили около 9% от заявленного объема. То есть, если, скажем, они просили, условно говоря, 250 тысяч тонн, то они получили значительно меньше. Ну, если суммировать, то около 300 просили. Понятно, что им не дали бы этот весь объем. Но получили на сахарные заводы и распределили 26 тысяч тонн сырца. Это такая, знаете, очень смешная цифра. И если разделить на заводы, то получается, даже одному заводу дали объем, который он может переработать в течение трех с половиной дней. И это, ну, я не знаю, как это называется, недальновидность чиновников или что. И мы как раз-таки тоже били тревогу в связи с тем, что вот такое неадекватное распределение квот произошло. Причем квоты получили, еще раз повторюсь, те компании, которые никогда не занимались поставкой продуктов питания. Есть вероятность того, что просто они не смогут завести этот белый сахар из третьих стран. Потому что сейчас очень большая проблема найти его. И вторая проблема – это логистика. То есть, вот, ну, какой-то такой, знаете, замкнутый круг получается. Если говорить вообще в целом о развитии сахарной отрасли, то, да, нужна какая-то программа. В Казахстане, в принципе, принималось очень большое количество программ. Причем они начинали приниматься, скажем так, очень давно. И в каждой программе были какие-то разделы, которые были посвящены сахарной отрасли. Самая первая программа была принята в 93-м году, на период с 93-го по 95-й годы. Потом она была продлена до 2000-го года. Ну, то есть, в общей сложности, если смотреть, исторический экскурс сделать, то было принято всего программ развития АПК 5. И в каждой из этих пяти программ, в косвии, ну, так, буквально так, вскользь говорилось о сахарной отрасли, о том, что необходимо ее развивать. Закладывались какие-то такие немыслимые индикаторы, что мы обеспечим себя сахаром до 80%. Но, к сожалению, ВОЗ и ныне там. И если мы говорим, например, о пассивных площадях, то в этом году у нас пассивные площади составляют всего 12 300 гектар. Это такая очень-очень смешная цифра. И если мы, у нас, как бы, по нашему оптимистичному прогнозу, если у нас будет стопроцентная всхожесть, если у нас будет прямо замечательная урожайность, то мы из вот с этого, с этих площадей сможем получить где-то порядка, если переводить на сахар, порядка 45 тысяч тонн сахара. Это просто, знаете, если прям все сложится, замечательно. Если не будет засухи, если будет достаточное количество воды. Ну, то есть там много «если». Но я не уверена, что мы сможем получить тот объем, который оптимистический прогноз нам рисует, и мы сами себе там пытаемся его нарисовать. Вот. Посмотрим, как из этого выходить. Но вообще программа должна быть, и программа, наверное, должна быть такая, знаете, еще раз повторюсь, системная. То есть она должна охватывать вопросы и увеличения пассивных площадей, и решения вопроса с водообеспечением, и, наверное, обязательно какие-то предлагать, скажем так, плюшки фермеру, что если он соблюдает все в оборот на протяжении такого-то периода времени, то ему вот ту землю, которая у него в долгосрочной аренде, она продлевается на какой-то срок, либо, может быть, ему дают право выкупить эти земли. Ну, то есть как-то заинтересовать фермеров, чтобы они продолжали сеять сахарную свеклу, потому что, к большому сожалению, очень многие фермы сейчас отказываются сеять сахарную свеклу. Это достаточно трудоемкая культура, но при этом она рентабельная. И те хозяйства, которые, крупные хозяйства, которые сеют ее, они, вот как раз таки, они не планируют сокращать свои пассивные площади. Плюс еще обязательно должна быть отдельная программа по семеноводству, потому что именно сейчас практически все фермеры используют импортные семена. Это французские, американские, немецкие семена, которые показывают хорошую схожесть, которые показывают хорошую защищенность от болезней, то есть стопроцентная, можно сказать, всхожесть у них, и, соответственно, хороший результат. Если мы говорим о наших семенах, то да, они дешевые, они значительно дешевле, но они, к сожалению, хорошие показатели дают только в том случае, если для этих семян создаются идеальные условия. Но наши реалии таковы, что ни один фермер, наверное, не сможет обеспечить идеальные условия для этих семян. То есть здесь надо работать, возможно, совместно с НИИ, с фермерами, может быть, даже к этому будут подключаться сахарные заводы, для того, чтобы все-таки вот эту проблему с семенами тоже решить. Ну, кто его знает, как завтра повернется ситуация, и вдруг мы тоже не сможем закупать эти семена из Франции, Германии и Америки. Спасибо. Ну, что ж, мы видим, что проблема дефицита сахара – это не проблема одного или двух дней, или, может быть, даже недель. Это проблема, требующая комплексного подхода, решительных мер и тесного взаимодействия между государственными органами. Напомню, что гостями нашей студии сегодня были Азамат Мукушев, эксперт в сфере розничной торговли, и Айжан Урзгалиева, глава Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности. Уважаемые гости, большое вам спасибо за ваше участие в нашей программе. Было очень интересно. Это было ток-шоу «Грани» на канале Атамикен Бизнес. Увидимся в следующих выпусках. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова